По поручению президента Российской Федерации в этом году вступают в силу изменения в порядок аттестации будущих выпускников школ. Теперь, чтобы ученика допустили до ЕГЭ, ему необходимо написать сочинение или изложение, в зависимости от ситуации. Сочинение вводится как элемент, позволяющий определить допуск выпускников средних общеобразовательных учреждений или выпускников 11 классов к единому государственному экзамену. Или в целом государственная итоговая аттестация. Сочинения могут писать обязательно для написания выпускниками 11 классов общеобразовательных организаций. Кроме того, сочинения могут писать выпускники прошлых лет, выпускники школ, находящихся за рубежом Российской Федерации. А также лица, желающие поступать на гуманитарные специальности в ВУЗы, где сочинение определено дополнительным вступительным испытанием. Первое выпускное сочинение ученики напишут уже 3 декабря. По желанию, итоговые сочинения смогут написать и выпускники прошлых лет для предоставления его результатов в ВУЗы. Основные темы итоговых сочинений уже определены. Всего их 5. Время написания работы 3 часа 55 минут. Минимальное количество слов 350. Это что касается сочинений. В изложении достаточно будет и 150 слов. Зачтена работа или нет, будет известно уже через два месяца. У тех, кому не удалось пройти по всем критериям, будет одна возможность переписать работу. Или же придется подождать следующего года. В случае получения незачета у него есть возможность еще раз написать, еще один раз написать это сочинение. Это 4 февраля 2015 года и 6 мая. Вообще сочинение, как основную часть аттестационной программы, было решено вернуть для того, чтобы поднять уровень грамотности молодежи, привитие интерес к чтению классической и современной литературы. Вся необходимая информация размещена на сайте областного министерства образования и на портале ege.edu.ru.